Всем привет! Уже довольно давно в качестве дополнительного источника света я использую накамерный свет PT176S. На нём находится 176 светодиодов с суммарной мощностью в 11 Вт. С помощью энкодера можем установить нужную степень яркости. Имеется разъём для подключения блока питания. И самое главное, есть разъём для установки аккумулятора, который, к сожалению, в комплекте не идёт. И его нужно покупать отдельно. Покажу, как эта штука работает. Подключаем блок питания, зажимаем энкодер, и свет загорается на половину яркости. При вращении ручки энкодера изменяем яркость свечения. В общем, такая штука очень полезная. И хотелось бы, чтобы накамерный свет мог работать не только от сети, но и от аккумулятора. Так что в данном ролике я попробую сделать своими руками аккумулятор для данного источника света, используя 3D принтер и аккумуляторы 18650. Вообще, такой аккумулятор можно купить на Алиэкспресс, но цена на него не очень дешёвая. Так что сделаю его своими руками. В отсеке для аккумулятора есть два пружинных контакта, на которые и подаётся напряжение с аккумулятора. Сверху плюс, снизу минус. Попробую подать напряжение 8 вольт с лабораторного блока питания на эти контакты. Всё работает, всё регулируется. Потребление тока на максимальной яркости составляет чуть больше 1 ампера. Значит, для питания прибора можно использовать банки 18650 от ноутбука. Высокотоковые тут не нужны. Два аккумулятора идеально помещаются в отсек под аккумулятор. И соединив их последовательно, мы получим нужное напряжение в 8,4 вольта для питания накамерного света. Немного рассмотрев заводской аккумулятор, принялся за создание 3D-модели корпуса под аккумуляторы в программе SolidWorks. Спроектировал основной коробок со всеми нужными пазами для крепления аккумулятора к прибору. А также сделал крышку с названием канала. По-быстрому закинул модель коробка в программу Slicer. Печатать буду пластиком PLA. В настройках, конечно, ставлю поддержки, так как в этой модели есть нависающие слои. Запустил печать тестового образца. Решил напечатать только нижнюю часть и проверить, подходит ли она по креплению на накамерный свет. После проверки, исправил некоторые моменты в модели и уже распечатал целую модель корпуса. Вот такой коробок получился. Сверху будет закрываться вот такой крышкой. Я думаю, вполне себе неплохо. Два аккумулятора свободно помещаются внутри коробка. Чтобы аккумулятор плотно держался, я сделал пазы, которые вставляются в другие пазы в отсеке под аккумулятор. Все это защелкивается и держится очень хорошо. Ну а крышку я потом приклею и будет монолитный корпус. Контакты, которые будут соприкасаться с пружинными клеммами, я вырезал из жести. Они вставятся в специальные вырезы в корпусе аккумулятора. Сзади сделаю еще один контакт. Это будет средняя точка соединения аккумуляторов. Пластины зачищаем и приклеиваем. Аккумуляторы я соединил последовательно с отводом от середины для балансировки. Очень удобно для пайки аккумуляторов использовать флюс для алюминия. Аккумуляторы свободно помещаются в корпус. Осталось их приклеить на клеммы будущего аккумулятора. Вот я припаял провода питания. Плюс и минус на свои места. А также еще один провод для балансировки банок при необходимости. Аккумуляторы поместим уже окончательно в корпус. Провода загибаем внутрь. Проверим, все ли работает. Аккумулятор вставился без проблем. Все держится хорошо. И самое главное, все работает как надо. Теперь можно снять аккумулятор и доделать его до конца. Чтобы внутри ничего не телепалось, зальем немного термоклея. Получилось как-то так. Теперь осталось приклеить крышку. Для этого я решил использовать дихлоретан. Клей для пластмассы. Для склеивания ПЛА пластика он отлично подойдет. Наношу клей и ставлю крышку. Чтобы не держать крышку руками, пока клей сохнет, я зафиксировал ее самодельной струбциной. И по контуру склеивания прошелся еще раз клеем. Для верности. В итоге зафиксировал крышку на время высыхания клея двумя струбцинами. Очень полезные штуки. Спустя примерно полчаса струбцины можно снять. И в итоге мы имеем такой самодельный аккумулятор для накамерного света. Можно еще корпус аккумулятора покрыть растворителем для пластика. И придать ему больший блеск. Но то если очень прям хочется. Ну что друзья, аккумулятор у нас готов. И можно его окончательно протестировать. Пару слов о зарядке аккумулятора. Заряжать следует напряжением 8,4 вольта. И током в 1 ампер. А в случае разбалансировки банок, можно их сбалансировать. Для этого на аккумуляторе я вывел контакт, идущий на соединение двух банок. Заряжать можно от лабораторного блока питания. С этим проблем нет. При желании, можно заряжать этот аккумулятор прямо на приборе. Напряжение с аккумулятора идет на разъем подключения сетевого адаптера. И можно вставить кабель от зарядного устройства прямо в разъем. И зарядить аккумулятор. Либо, я думаю, сделать для аккумулятора отдельную зарядную станцию, чтобы заряжать было удобнее. Аккумулятор получился реально очень хорошим. Держится в аккумуляторном отсеке очень плотно. Вставляется в пазы и фиксируется защёлкой снизу. Ёмкость аккумулятора 2300 мАч. И судя по потреблению тока, такого аккумулятора хватит на 2 часа свечения на 100% яркости. Весьма неплохо. Если кому нужно, ссылку на 3D модель я оставлю в описании к этому ролику. Ставьте палец вверх, если ролик вам понравился. Пишите свои комментарии. И подписывайтесь на мой канал, если вы ещё не подписаны. Это очень важно. Всем спасибо за просмотр. Всем удачи. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok